добрый день друзья смотрите как она замечательная погода я уже отработала бегу домой туман с моря надвигается по ходу утром прям 18 градусов одним потом до 30 доходит последние деньки такие у нас особого различия не будет поэтому так температуру будет падать потихонечку понятно уже октябрь почти середина красиво окошко голубое он как красиво сделан больненько вот тут бабушку забирала сегодня утром ехала не забыть ее не забыть она вот тут стояла я это машину там подальше припарковала вот забрала ее она ой я думал ты про меня забыла я говорю не забыла может быть такое что и забыла а куда деваться память то уже не девичья вот я говорю ну ты вот как соберешься мне так вот позвони я тебя буду забирать только говорю если не в субботу могу тебя и обратно отводить но не они там просто лестница есть и куда лезть лестницу тебе проведу а там ты сама дойдешь да да я говорю только не суббота потому что субботу горе народу она но идет она ладно ладно они еще знаете половина не даст не дослихивают пять евро свечку продают какую-то красивую мой смотри сколько народу здесь будет пинтураки у меня сегодня тоже англичанин один был а я вам про него говорил уже вот тут понакупят они себе квартир и живут полгода свободно пенсия пенсию свою на пенсию смотрите какая злая собака у меня собака очень зная будьте с ней аккуратнее чарли ты что такой злой все пойдем кушать аж задохнулся бедный смотрите как пропитался тортик какой вкусняцкий я знаете поняла предназначение этого супа в общем дело в том что я сейчас например такая голодная что я бы этот торт печеночный сожрала вы в один присест вот честное слово вот так но чтобы этого не делать умные люди придумали этот суп то есть мы когда голодные мы черта лысого сожрем нам без разницы чего в себя пихать вот честное слово а вот вот кто именно голодный ведь это тогда как говорят если ты голодный съешь яблоко если ты не хочешь яблок значит они холодны не голодный и тут то же самое съешь супа вот в принципе он вкусный но каждый день конечно это надоедает и вот я сейчас такая голодная что говорю я бы этот торт смела за один присест но я сейчас съем этот суп и пока я его буду есть голод уже от меня отойдет мне уже будет не так тяжко и я уже тортик и вот кусочек они целой съем уже с таким аппетитом с макованием в общем с таким этим вот с толком с чувством с остановкой ну а перед этим запихать себя быстренько суп который не только полезны потому что там очень витамин много но и ну довольно таки знаете неплохой когда с голодухи то очень даже и неплохо вот я вам сама рассказала а шлюньки текут вот я сейчас немного поем немного отдохну и опять на работу пойду мне сегодня опять рабочий день закрыла окна потому что какой-то знаете солнце нет влажность какая-то чарли пытается на меня залезть куда-то тут ему сесть надо на меня вот тут надо вот так ему это срочно надо вот мест нет просто у нас нигде мест нету вот он пытается сесть вот так вот на меня потому что мест на диване совершенно нет кстати достал уже пледик и ночью вечером супчик разогрелся я уже укрываюсь пледиком часть ли чарли супчик разогрелся вот потому что как-то стало холодать не пора ли нам поддать надо уже менять эти покрывала может быть в понедельник может быть еще какой день вот она за она на завтра говори на на это у меня может быть хурмушки хотя там черемое поспевает нам черемое есть значит они пропадут пропадаю я черемою съем жалко же пропадут если они тоже знаете какие калорийные черемое это вам не хухрый мухрый ладно супчик горячий горячий всем приятного аппетита жарко видели какое море классно на него не поедем во первых у нас тут всякие праздники шмазненькие стреляют чарли боится поэтому чего его на руках что ли понесу да у меня и знаете особого времени нету потому что как бы не сдавить кого сына одной клиентки хороший такой она сейчас кстати клиентка у меня была у меня сейчас там укладывала они сейчас у них не рождение там у дочки было внучки и вот они мне рассказывали что они сейчас торт поедут есть я ему говорю мама твоя сейчас вот они только я говорю домой пошли торт говорю есть будете да он такой да я говорю блин как я вам завидую он смеется такой по моему немного это не той ориентации вот и поэтому ну хороший такой человек вот в общем куда еду еду я сейчас мне нужно поехать в ауди кое-зачем купить кое-что там должны привезти для чарли ну когда куплю тогда вам покажу объясню вот и они прям только пришли мои клиентки я так что хотел сказать а и вчера уже ну я была с чарли гуляла мне я на этой неделе кое-что заказала в русских продуктах и вот вчера мужчина написал что пришли русские продукты у сегодня настолько туристов просто какой-то трындец причем знаете не испанцы а вот именно откуда-то оттуда я не знаю говорят типа никто не едет туризм загибается у нас ничего нигде не загибается на этой неделе ходят группы парковки вообще нету вот смотрю бар у нас тут три-четыре ресторана все забиты ну конечно теперь вот на горе вот ей приспичило садиться в общем в общем вчера пришла смс-ка по ватсапу что пришли мои продукты тоже покажу вам когда принесу домой посмотрите тут такой трафик тут нос чешется от маски нос чешется ужасно и вот договорилась мужчина что сейчас пойду за продуктами ауди продукты но вот еще хотел по пляжу прогуляться одну видите стреляют у нас же тут это праздники в понедельник будет праздник поэтому у нас мадрид закрыли на карантин прямо такое уже карантин чтоб знаете они не ломанулись всем тут четыре дня праздника чтобы они не ломанулись все сейчас у нас самые зараженные город вот четыре города и в том числе мадрид был на первом я сейчас по вам на втором не буду уточнять в общем там весь очаг заражение чтобы они этот очаг заражения не ломанулся по всей стране его на хрен закрыли вот ой там вообще комедия какая-то была то закрыли суд открыл потом опять не сегодня клиентка рассказывала что потом ввели этот чрезвычайное положение в мадриде ну чтобы они к нам туда не ломанулись ну и хорошо да представляете они все вот на четыре дня что тут ехать шесть часов сюда нам привезут все это заразу а у нас и так вот сейчас клиентка тоже говорит праздник должен в воскресенье быть такой хороший и так как все и отменили значит а праздник такой вот старый испанский скажем так с конями должен был происходить со всякими вот этими вот по повязками нет этими лошади что за собой везут ну и вот те владельцы этих коней короче собрались человек 50 и в общем 10 из них заразились а в больничку попали вот так вот праздники то отмечать в общем я наверное вам рассказала какой-то сумбурный компот собрала все может что можно что нельзя теперь шуме и глаз что-то попало в общем едем в aldi кое зачем а потом за русскими продуктами на море вообще не поймешь где небо где море класс я уже сходила в лидл идущие за продуктами и понимаю что у меня изжога знаете необычный изжога когда что-то сильно жареное в масле или вот такой вот но я так думаю что сегодняшний изжога связано с печеночным тортиком от печенки у меня тоже бывает изжога давно ее не было и прям чувствую что все горит внутри и хочет вырваться наружу а вот хотя с не особо вот такого ничего не ела ну вот кроме этого тортика там просто я добавила прям так чесночка ух и может быть от него фиг его знает ну ладно не столь важна суть иду за продуктами русскими тут недалеко в принципе 5 минут да чарли куда ты на дорогу рвешься там люди машины ездят ну ты посмотри на него куда-то рвется рвется у чарли новая кровать да чарли тебе нравится кровать с бантиками смотри какая мягкая в общем вот этот вот коврик как бы на зиму мне как показался он холодный и вот я им купила новую кровать он любит там он не не спит ничего он любит просто знаете там вот погрызть принюхается погрызть вот эту свою игрушку всякие чути поесть там ну иногда там может прилечь знаете вот у собак должно быть свое место как бы да ну вот у него потому что что-то мне кажется на этом коврике ему как-то холодновато будет зимой ну вот и вот я ему приобрела вот такой вот валди привезли я думаю он ездить не будет но тоже ездит но потом когда так сигает в это на этот он вот так вот весь коврик собирается от него вот так вот все остается но будем смотрите какая прелесть видите сразу понял он он у меня никогда не грызет никакие свои вот эти вот лежанки никогда в жизни он у меня вообще никогда ничего не грыз потому что когда он начинал что-то грызть я всегда ему давала вот такие вот игрушки боже смотрите какая прелесть какая милота блин зря телефона нет потому что пока телефону пойду он уже уйдет такая милота вообще правда и вот когда он у меня начинал что-то грызть я всегда ему давала вот такие вот игрушки и вот он знает что грызть ничего нельзя кроме вот своих игрушек вот этот вот его это самый первый лежак его но он в него естественно уже не помещается и вот тут у него всякие игрушки он иногда периодически вот видите ему вот этот вот покупала чтобы грызть как детям вот и вот у него тут его игрушки а тут он будет вот так вот классно лежать тебе нравится кровать да ты такой милота вообще классная кровать тебе купил 12 евро цена вопрос друзья классная кровать там еще коврики есть ну там такой коврик для собак что он у меня пол комнаты занимает так и что я тут купила еще валде кое-что купила сейчас сначала покажу ну во первых вот черную смородину сейчас я ее быстро положу в заморозку сделаю себе чай с ней с облепихой черной смородиной вот сделаю чайок себе так еще я вот купила вот такие приправы просто обалденные я раньше покупала вот такая вот армянская вообще классная без вот видите без я всегда вот это читаю гомо как говна без говна в общем вы поняли да и вот купила для плова такая ну для риса для плова в общем мне вот это вот фирма авокадо оказывается нравится шпроты вот эти шпроты тоже классные помните искала шпроты иногда хочется но пока не время конечно но вот захотела пускай будут у меня кстати там еще тушенка банки тушенки валяется я знаю они пускай лежит надо иметь а вдруг захочется а у меня нету а вот теперь шпроты есть взяла масло вот такой подсолнечный с запахом знаете когда вот хочу сделать на днях винегрет я люблю с таким чтобы масло пахло а вот у меня я сразу привозила бутылочку но уже когда это я привозил не в этот раз который в декабре было а что же я в этот раз почему не привезла что-то забыла представляете из-за головы вышла вышла вылезла совсем вот короче вот масло тоже такое иногда хочется даже салат просто знаете из помидоров из огурцов и вот полить именно таким похожим подсолнечным маслом все оливкой до оливковой иногда хочется нашим таким родным знаете как это ностальгия ностальже и вот там реклама такая ну не реклама вот просто выставили рыжиковое какое-то масло я прочитала о нем и в общем то мне кажется но для здоровья даже очень классно так что вот буду пить его нужно вот это как вот допустим рыбий жир вот этот вот пью на ложку чайную с утра и вот буду это масло тоже ложку чайные с утра сейчас это уже это вот все что в русском я купила чаёчек смотрите какой мой боже как пахнет еще сюда еще ложку меда тоже нашего российского которую мне сестра передавала очень вкусный мне там еще до хрена этого меда а вот но так как он не портится пускай лежит вот это вот все что в русском купила значит валди купила но помимо вот это вот коврика ему кровати коврик я к себе кстати постелю кровати будет удобно конечно шкурку выбросить бы надо ночью выбрасывать пускай лежит у меня у кровати правильно выбросить то мы всегда успеем в общем купила вот такой вот это валди желейки у меня блин есть ананасовые чтобы сделать но это же надо делать даже нет его не то что делать надо его надо остужать а а я то хочу сейчас вот хочу съем сейчас вот желейку и мне все нравится что запахом зеленого буша как пахнет яблоко блин такой запах и гляжу вот полы мыть зеленое яблоко так пахнет вообще валди мне понравился ой а где а он наверху же у меня термашинка стиральная понравился очень ополаскиватель с audi пахнет вообще прям много-много хотела сейчас взять но я забыла какой запах мне нравится надо фотку сделать чтобы вот наверняка вот зря вот знаете нет запаха ополаскиватель с запахом зеленого яблока я вот все что даже просто мороженое зеленое яблоко обожаю в общем да пахнет просто нереально буду полы теперь каждый день надраивать что у меня так пахло но пленку взяла и вот такие вкусняшки для чарли которые он одну уже слопал ну я ему даю когда не зря же он меня в машине ждет правильно и я ему дала вкусняшку все пошла я переодеваться съем желейку и это у меня будет такой и чай и будет у меня такой вот ужин изжога вроде как немного стихает огонь огонь внутри меня горит наверх уже немного стихает может я прямо это знаете смотрю на эту бутылку мне ее выпить охота такая вкусняшка я даже воду в валькам поберу вы наверное видели пару раз что со вкусом зеленого яблока в последний раз было что-то его не было взяла лимонную сейчас масло понюхаю как пахнет нашим русской семечками все надоело ему кровать он опять ко мне пришел вообще сижу ржу ой знаете над чем я вчера пол дороги и смеялась тоже а вот комментарий сейчас прочитала оксана ксюша мне написала там про румынцев молдаванцев американцев украинцев а еще знаете какое мне слово я его забыла вставить но хотела тоже деревне у нас говорил бабушка вообще было в деревне очень много разных красных классных как бы я сказала в общем сейчас скажу сейчас все придумала чай пила он мне дюжи понравился прям дюжи дюжи вы такое слово слышали вот я что-то вспомнила это слово у меня как-то вчера прочитала этот комментарий оксаны про румынцев и молдаванцев я пол дороги смеялась еще знаете в общем короче у меня все на эмоциональности на цех но это еще как бы не говорит о том что ну кто понял короче прикол тот понял кого все с чувством юмора нормально то все она нормально вот слова дюжи не знаю слышали вот такое слов или не слышали ну вот у нас деревне они говорили ой какой парень дюж красивый и там какое платье прям дюж 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 тебе идет то есть это значит очень вот такие вот слова правда причем знаете у каждой деревне был свой сленг у каждой деревне были какие-то свои слова и какой это уже фольклор правда вот хоть книжку открывай и записывай вот например он у меня было в одной деревне бабушка жила и в другой деревне бабушка жила да и у них разный совершенно говор был наш тамбовский говор вообще знаете какой он больше на украинский похож потому что там буквы г как в принципе не ну не произносит там как бы ховар вот так вот мы говорим то есть г как бы произносилось так как х я долго от этого в москве пыталась избавиться вот ну мне кажется что у меня это получилось вы знаете хотя с другой стороны подстраивается и подделываться под кого-то но его нафиг например в испании тоже очень много разных сленгов сленгов говора например в андалусии вообще все говорят как бы фиг поймешь валенсии там вообще отдельный язык в каталунии тоже отдельный язык в мадриде совсем все по-другому говорят мадриде говорят вот прям знаете все правильно все буковки к буковке выговаривается вот а в андалусии половина слов вообще съедается вот и к у нас родственник приезжал с мадрида как-то у на мужа брат двоюродный он так не знаете на меня смотрел смотрел говорит так интересно говорит слушать тебя я такая на него о чем говорит ты говорит говоришь на испанском с акцент с русским акцентом и с андалусийским говором говорит это такое говорит сочетание что говорит хоть заслушайся вот я говорю ну правильно я говорю учить учусь же говорить по я иногда знаете я пыталась найти слова например справочнике какое-то слово пыталась найти вы просто не существовало потому что это было половина слова вот и его естественно его не найдешь ни в каком справочнике никого ни в каком переводчике вот поэтому было трудно переводить какие-то слова сейчас легче сейчас тебе уже в компьютер или в телефон вводишь пол слова и тебе уже выходит целое слово какое хочешь а тогда справочник залезешь какое-то слово найти а его не существует и просто я потом доперла в чем дело и мужа просто спрашивала напиши мне это слово как оно пишется потому что произносится это например слово бамус вот пойдем они говорят вам а то есть без без c c съедают и все но много таких прям я вот тоже так говорю и прекрасно всех понимаю но когда ты язык не понимаешь испанские очень трудно понять андалузцев потому что они вот все съедают пол слова просто они его не прыгну не произносят вот так что во всех странах во всех и деревнях во всех есть свои как говорится этим ну вот на подарок про румынцев я смеялась так долго вообще я как раз прочитала комментарии когда шла на пляж и знаете я вот одна иду и просто ржу в голос мне так это все насмешило ой ладно я выпила уже чай сделала фотку в инстаграм загрузила такая милота как чарли на своей кроватке было ему так она понравилась вообще такая милашка моя сладкая да тебе понравилась кровать какую тебе мама купила да классная и буду с вами прощаться завтра воскресенье не знаю что хоть знаете было такая было такое желание купить какой-нибудь вкусняшки на завтра но я воздержалась еще а еще у русского мужчина говорит у меня скумбрия осталось и брюшки семги хочешь я такая не хочу не хочу вот не купила сдержалась вот так вот вот но сейчас вообще мне легко уже сдерживаться поэтому нет никаких проблем моя рыба сладкая да 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 всего вам самого лучшего встретимся с вами завтра и всем дай попрощаюсь пока пока